У нас здесь пчелиный рай, заросли иван-чая. Самая пора сбора его для заготовки чая на зиму. Каким образом собирается иван-чай? Хочу вам показать. Многие путают, что надо собирать и цветы, и листья, и корневища. Корневища, конечно, можно, но они используются для другой цели. В прошлом году мы насобирали иван-чая очень много. Заготавливали его на зиму. Пьем его до сих пор. Замечательный напиток. Собираются в основном вот эти листья. Цветки я собирать не советую. Мы в том году с мужем сделали некоторый эксперимент, провели. Собрали одну часть иван-чая с цветками. С цветками что происходит потом? Они распушаются, как одуванчики. И когда вы сушите вместе с листьями вот этот вот цветочек, он распушается, особенно вот эти вот бутончики. И заваривать его нет смысла, потому что он не дает никакого аромата, ничего. А вот листики, вот эти вот листики, их вот так вот скручивают. Перетирает можно ладонями. Мы лично в комбайне размалываем до мелкого состояния. Вот так вот их надо несколько раз. Ладошка у меня, к сожалению, вторая рука занята с камерой. Вот так вот его скручивают много-много раз, чтобы он дал сок. И вот такие вот скрученные листочки, когда они уже сок дали, раскладывают на газетку сушить. Ну, можно пользоваться электрической сушилкой. Вот. Таким образом у вас вот эти вот скрученные листочки ферментируются, засыхают. И из них получается очень хороший, вкусный, полезный напиток. Также хочу вам показать сейчас как раз парад цветения. Зверобой продырявленный. Наверное, все его знают, как лекарственное растение. Великолепный. Великолепное лекарственное растение от очень многих-многих заболеваний. И от вирусных, и от простудных. И почки ими можно лечить. Значит, у зверобоя собирается вот таким образом все растение. Корешок, конечно, можно отрезать. Вместе с цветочками. Мы вот лично его вот так вот подвешиваем. Венечки такие делаем. Вот. Засушиваем. Все прямо растение. Ну, корень отрезаем, естественно. Ну, можно, в принципе, наверное, и с корнем. Но мы отрезаем. Вот. И вот такой вот венечек мы подвешаем на чердаке, на даче у родителей. Он сохнет. И потом, как обычные травки, делаем отвар. Либо отвар на маленьком огоньке. Долго кипятим, минут 10. На маленьком-маленьком огне это получается отвар. А можно еще делать настой. Тогда просто заливается кипятком сухая трава. Мы потом ее мелко-мелко режем ножницами, когда она высыхает. Вот. Заливаем кипятком. И настаиваем минут 20-30. Тогда получается настой. Но это в зависимости от того, какой вы эффект хотите получить. Отвар, он, конечно, более концентрированный и быстрее более действует. Вот. Еще хочу вам показать траву. Сейчас посмотрю, где тут она растет. Миш, где таволга-то у нас? Возле родника. Возле родника, да? Вот. Очень замечательная трава. Называется таволга. Природный аспирин. Сейчас заодно я вам покажу наш колодец близко. Вот наши яблоньки. Чувства пришли, наконец-то, после зимы. Вот от нее от корня пошли росточки. Вся она, к сожалению, померзла. Я вам ее уже показывала. Так. Вот такие у нас тут травы. Такая красота. Пахнет медом. И вон там еще таволга, кстати, растет. Можно, в принципе, здесь ее показать. Там такие заросли. Мне не пройти. Надо резиновые сапоги надевать. Огромные. Здесь у нас лес. Ага, вот таволга там есть. Сейчас я вам покажу, каким образом ее заготавливать и для чего ее использовать. Да вот я вижу, ага, вот она растет. Вот и здесь видно прямо у тропинки. Так я просто покажу, чтобы мне дальше не ходить в эти заросли крапивные. Так, вот так выглядит растение. Называется таволга. Вот. Листики вот у нее такие узенькие. И вот такие белые, пахнущие медом, замечательные соцветия. Пахнет просто вот, не передать. Медовый запах замечательный. Вот на нем кто-то сидит. Сейчас посмотрите. О, какой жук красивый. Зеленый какой-то. Классный жук. Красавец какой. Так, чем же знаменито это растение? Вот еще у нас пчелки тут летают, шмели. Это растение природный аспирин. Значит, собираются вот эти вот соцветия, вот таким вот образом. Вот таким образом собираются, высушиваются. И когда они в сухом состоянии уже будут у вас, вот вы даже когда на вкус возьмете, порошок из них сделаете, вот так вот перетрете, когда они высохнут, вы почувствуете запах таблетки аспирина. Ну, потому что химический аспирин, он же тоже когда-то был сделан из растений. Вот эта таволга, мы в прошлом году ее заготовили. Целую баночку вот таких соцветий сухих. Великолепно снижает температуру. Не надо пользоваться никакими химическими препаратами. Ну, во-первых, она растет. Извините, бесплатно можете насобирать, сколько вам надо. Особенно у кого маленькие дети. Мало того, что она снижает температуру прекрасно. Сейчас я скажу, в какой дозировке ее принимать и как. Кроме этого, она прекрасно борется со всеми вирусными заболеваниями. Особенно, когда простуда высыпает на слизистый губ, так называемый герпес. Да, все знают спортивную простуду. Она и в носу бывает у деток высыпает. Она также сейчас начала вызывать даже грипп. Вирус герпеса может даже грипп вызвать. Такой вот вяло текущий инфект. Температура невысока, 37, но очень слабость большая у детей. Обычно бывает при этой вирусной инфекции. Так вот, это таволга. Это самое то средство, которое великолепно борется с этим заболеванием. Значит, как ее употреблять? Вот такой порошок, как я сказала, вы много-много соцветий засушите. Можно на кофемолочке перемолочь, чтобы мелкий порошочек был. Вот у меня дети взрослые, они прямо так соцветия в рот брали. То есть, немножко обламывали веточки. Прямо, значит, сколько принимать. Ну, вот для взрослого человека достаточно половины чайной ложки такого сухого порошка запить холодной водой. Как можно больше воды. Ну, для ребенка возраста, предположим, в начальной школе, одну четвертую чайной ложки этого порошка. Но учитывайте, что это уже сухое растение будет. Вот. Тоже сухой порошок на четвертую часть чайной ложечки тоже запить водой. Но если ребенок маленький совсем, там уже, наверное, дозировка уменьшаться будет. Но, в принципе, вы знаете, я вот на себе и спробовала. Если вы даже больше этого растения выпьете, ничего страшного не происходит, потому что это не лекарство и не химия. Если вы выпьете больше, у вас просто эффект будет сильнее. Вот и все. Так что вот такое полезное растение таволга. Кому интересна была эта информация, можете воспользоваться ею и заготовить себе такое чудесное лекарство. Со всеми прощаюсь. До свидания. Всем всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...